Вопрос, есть ли смысл прививать на подвои груши, которые за два года только вырастут, до размеров позволяете сделать прививку? Груши, сеянцы, очень медленно растут. Два года нормально, пока она не по размеру карандаша. Дальше, основная масса подвоев готова к прививкам, уже на следующий год от посева. Будет ли полноценными такие деревья или браковать? Умеется ввиду, что деревья отстали в росте, и что с ними делать? Браковать или прививать? Прививать. Дело в том, что причина, по которой они отстали в росте, гепатогенная зона, совершенно не исследованное явление. Но сильно много таких мест, где деревья не могут полноценно расти. Кстати, какие люди? Теперь, это первое. Второе, вот так же, как я сказал, про чуть-чуть изгиб местности, чуть-чуть складка местности, уже по-разному все растет. Дальше, мода, взятая по всей России, взятая с южных стран. Ну, не чисто луговые сады, где год-два плодоносят, потом трактор едет и их выборачивают с корнями. Там корни-то, господи, как у ваших цветов на подоконнике. Размер корней такой же. Так вот, а просто короткая жизнь, искусственные корни, но это на юге. Они успевают дать максимальный урожай и доход, а потом под топор, образно говоря. Вот. И если у вас какие-то груши, которые медленно росли по двое, вы их привете, они будут дальше медленно расти. Ничего страшного. Почему-то нам ну шили, что деревья должны быть такого роста, чтобы мы могли встать на сыпочке и дотянуться до каждого яблочка. Вот. Ну, что это самое. То есть они как бы имеют то же преимущество. Меньше разбиваются, падая. Вот. Уход за ними удобнее. Ничего. Я противник таких, вот. Но противник тех, которые на искусственных корнях. Палка с искусственными корнями. А у вас все-таки сеянцевые. А растеницы, они будут, пусть меньше роста, в достаточно... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...